Приветствую вас. Я думаю, что вам можно и нужно работать со своими страками, с проработкой, прорабатывать, точнее, прорабатывать прошлый опыт. Ну вот, негативный, который у вас имел, имел или имеет место быть и соответственно, соответствующим излечениям из этого, выводов и применения этих выводов на практике. Вот, также я думаю, что есть у вас некоторые вот трудности с доверием. Вот, мне кажется. И, соответственно, это доверие, оно зависит полностью от вас. На мой взгляд. И, соответственно, нужно работать еще и с личной ответственностью. Вот. Такая вот история. Такая история. Мне кажется, здесь. Потому что, ну вот, пока что, да, на данный момент, вы боитесь обжечься. Вы боитесь обжечься. Вот. Но, можно и нужно. На мой взгляд. Сделать так, чтобы вас больше, ну, не смогло ничего ранить. Чтобы вас не смогло ничего задеть. Вот. Вот. Ну, для этого требуется, конечно, помощь психолога. Так что, я думаю, так можно ответить. Опять же, не очень понятно, какой вопрос у вас психологу, да, вот вы пишите, что вы боитесь, вас запугает, боитесь обмануться, моложе меня на 14 лет. А, значит, что думать, что думать, что думать делать, чтобы что, Ирина. А, значит, вы, во-первых, говорите, что извините, если вы выглядите глупой, это уже момент. Это уже момент. Вы себя здесь как-то обесцениваетесь, что ли. Вот. Что ни в коем случае не приемлемо и ни в коем случае не идет на пользу вашим отношениям. Далее я бы хотел обратить ваше внимание на то, почему отношения вам получается настолько важны, что вы боитесь обмануться. Это не для вас очень много значений. Вопрос заключается в том, что. Что не для вас значений, да. Вот. И выбор мужчины, выбор мужчины, он тоже очень важен, почему вы выбрали мужчину, младший себя на такое большое количество лет. У вас достаточно серьезная разница в возрасте. Может быть, как раз таки для того, чтобы избежать какой-то опасности. Но в итоге вы все равно ее чувствуете, в итоге вы все равно ее ощущаете. Опасно. Я имею в виду. Поэтому с этим, мне кажется, тоже можно и нужно поработать, поисследовать. Вот. Подвеседливать с вами. Возможно, имеет смысл вам вдвоем обратиться на консультацию к психологу. Вот. Чтобы разобраться вместе со своим мужчиной в том, что происходит. Так или иначе. Вот. И самооценка у вас, самооценка у вас, самооценка у вас. Завтра, очевидно, как вы беспокоитесь. Как вы выглядите в наши глаза. Такая вот история. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.